В общем, парни, план таков. Мы отправимся в страну темного властелина, я уничтожу этот проклятый артефакт, одолею этого главгада, и все мы уплывем в прекрасные края. Как вам моя идея? Это и есть твой план? Ну да, звучит вроде бы неплохо. И забилует шаблонами. Давай так, я помогу тебе немного подготовиться к этому героическому путешествию. И расскажу тебе о самых бесячих и часто встречающихся шаблонах фэнтези. Неважно, будь то в книгах, фильмах или играх. А если этот выпуск наберет, ну, хотя бы полторы тысячи лайков, то я тут же поведаю вам и вторую часть этой истории. Договорились? А? Вот и славно. Давай тогда не будем задерживаться и приступим, начав с пункта первого, что носит название «Подходи по одному, убивать вас буду!» Как же, зараза, бесит этот штамп. Вот ты, храбрый герой, сжимаешь свою палку-убивалку в руках, а перед тобой стоит десяток, ну, например, гоблинов. По традиции, которую мы частенько наблюдаем в играх и фильмах, эти господа будут атаковать тебя «ТОЛЬКО ПООЧЕРЁДНОМ!» Тем самым, словно крича себе «Прикончи вот этого моего друга! На, я заберу его женщину себе!» А потом, вот этого, я заберу его сапоги! А потом и меня прикончи! Я надеюсь, что все же смогу после этих хранений выжить! В реальности же, в твоем приключении, такая удача тебе вряд ли улыбнется! Да, гоблины, может, и не шибко умные, но не только они могут оказаться твоими противниками! Хотя... Да и гоблинам свойственен инстинкт самосохранения! И потому, вероятнее всего, они накинутся на тебя всей кучей, отберут твою палку-убивалку и ей же тебя и отмудохают! Что святые ангелы побоятся взглянуть на месиво, что осталось от тебя! Потому мой тебе совет! Не лезь в драку в одиночку! Как бы ты ни был крут! Скорее всего, тебя отмудохают! А вот из разбесячий до ужаса штамп номер два! У главгада большая армия! Знай! Запомни раз и навсегда! У темных сил всегда большая армия! Войска, орда, собакины, в общем, не суть! Главное, что их всегда до хрена! И еще немножко! Я черт знает, как работает разведка в фэнтези-мирах! Но почему-то для наших, то есть для светлых сил, всегда, зараза, всегда оказывается охренеть какой неожиданностью, что у злодеюк большая армия, войска, орда и все дела! Хрен пойми, как шустро всякие орки и прочие хулиганы размножаются в своих пещерах! Но как только начинается заварушка, засранцев как повылазит, и светлые стоят-таки, ручками разводят, мол, черт его знает, как так много получилось! Мы думали, приедем тут, всех быстренько ножиками своими эльфийсками потыкаем, песнем попоем и разбежимся назад по лесам! А тут на тебе! Оказывается, главгат насобирал под свои знамена столько вояк, что будет больно! Потому, запомни, дружок-пирожок, к встрече с врагом в фэнтези нужно готовиться основательно, что бы это за вселенная ни была! Даю бороду на отсечение! Противников будет много! И да, из-за этой ситуации мы возвращаемся к первому пункту, что если врагов будет много, они тебя отмудохают! И вся вот эта хрень про ангелов, которые не захотят смотреть на твою тушку после этого всего дела! Потому важнейшая штука что? Правильно! Разведка! И нечего надеяться, что случится то, о чем мы поговорим в пункте номер три! А называется он... Орлы с костылями! Дружище, если жить хочешь, не надейся, что в самый хреновый момент, когда уже вот-вот орочит опор, раскроит твое тельце пополам, внутренностью выспится на землю, тот самый орк, их маленько пожрет, и остальное ворона доклюют! Не надейся, что прилетит вдруг волшебник на летучей курице и всех спасет! Или прискачет огромная армия конюхов и будет рисковать задницей за тебя! Всего такого героичного и великолепного! Запомни, всем пофиг, что с тобой случится! Никто не будет сидеть и ждать, когда же тебе наконец-таки понадобится помощь! Да, представь себе, у всех встойли кони не кормленные, у орлов яйца в гнездах не высяженные, у волшебников хоббиты... Так, ладно, эти шуточки мы опустим. В общем, так, парень, или девчушка, рассчитывай только на себя и свои силы, а не на пташек, что появится в нужный момент ради спасения твоей тушки! И вот мы добрались к моему любимому четвертому штампу, что именуется «Брось в меня, я их задержу!» Ох, как часто мы встречаемся с этой фразочкой! Ну, согласитесь, в принципе-то да, даже в реальной истории есть уйма примеров того, как раненый в бою воин оставался в бою, дабы пожертвовать своей жизнью ради спасения отступающих товарищей! Но давайте будем честны, таких героев, ну, не так, чтобы и много! Да, и тот самый инстинкт в самом сохранении еще никто не отменил, потому с наибольшей вероятностью друг твой в боевой, которого успел поцарапать злой вражина, бросится вперед тебя, улюпетывая от противника, а того хуже начнет рыдать, чтоб ты его понес! Разумеется, конечно же, в таверне немало храбрецов, что начнут колотить сейчас себя в грудь с криками «Да я за своих воинов жизнь готов отдать! Да я за моих-то пацанов ащего могу!» Ну, да. Ты мне тогда только вот что скажи. Ты шо, дурак, что ли? Ну, какой в этом смысл-то? Раненый легко ты сможешь улепетывать со всеми своим отрядом. А если рана суровая, прям что-то выпадает из тебя, или кровища хлещет так, что вот-вот слетятся все карштайны. Ну, знаете ли, такое себе из тебя прикрытие получится. Ты гляди, хоть доживи до момента, пока враги поближе подойдут. Ну, или хотя, по крайней мере, есть проход узкий, в который слиняли твои дружки, то ты давай. Ложись прям в нем, да отдыхай. Как помрешь, твоя тушка мертвенно-бледная будет хоть каким-то препятствием. Конечно, да. У нас, хоть и фэнтезиа, но могут встречаться и всякие бум-штуки. Наподобие тех, что седоволосый Саруман тайком мастерил. И, конечно, да. Если у тебя завалялась та самая бум-штука где-то в походном мешке, то тут уже тебе решать. Готов ли ты решиться на то, чтобы твоими ошметками забрызгала стены замка или пещера, или куда ты там забрался? Ох, да. Так, ну и давайте последний на сегодня. А то, понимаю, информации много, а это еще все запомнить, да переварить, да и не собралось еще полторы тысячи звонких монет пальцем вверх. Ага. В общем, давай, последний на сегодня фэнтези-штамп получил название Гребаные волшебники. Ну и, собственно, туда все должно быть понятно. Эти седобородые хитрецы вечно появляются там, где вроде как все спокойненько и начинают что-то как-то всех подначивать на какие-то путешествия, авантюрки, походы и прочую ерунду. Опасные ребята они, очень опасные, хоть и кажутся всегда прям такими божьими одуванчиками. Мой тебе совет, будь с ними поаккуратнее. На первый взгляд, кажущаяся абсолютно незначительной просьба может оказаться капец прям какой стремной заварушкой. Знавал я одного с волосатыми ступнями, которого попросил один волшебник колечко недалеко отнести. И чем все это закончилось? Да-да-да, там орлы прилетели. И что? А ты забыл про второй пункт про орлов с костылями? Ну и какого черта, тогда я тут распинаюсь. В общем, да, чуть ли не в каждой фэнтезиовой вселенной есть эти гребаные волшебники, и вечно из-за них появляются проблемы у ни в чем неповинных граждан, какой бы расы они ни были. Но на этом мы подходим к концу. И прежде чем мы попрощаемся, обязан сообщить. Если тебе нравится наше заведение, и ты хочешь его поддержать, то можешь нажать на кнопку спонсировать на главной странице канала или прямо вот под этим роликом. Или перейти по ссылке в описании на мою страницу в Бусти, где я делюсь как эксклюзивным контентом для спонсоров, так и публикую посты для всех подписчиков. Потому жду тебя в Бусти. Ну и на этом прощаемся. Надеюсь, этот выпуск был тебе по душе и ты желаешь увидеть продолжение. А значит, кинешь свою звонкую монетку с пальцем вверх. На этом все. До скорой встречи в фэнтези-таверне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok